Всем привет! Вы на канале Белая Рысь. Осмысливая нынешнюю вторую холодную войну, понимаешь, быть беде, как там переводится название африканской Буркино-Фасо, страна честных людей, раз федерацию вполне можно назвать страной лишних людей. Поехали! Самая страшная проблема Беловежской Московии, РФ, то что отчаянно не хватает рабочих мест. И не абы каких, а квалифицированных и достойно оплачиваемых. Да еще и с перспективой роста. В Советском Союзе они имелись, а вот в РФ нет. Люди сходят с ума или впадают в слепую ненависть к власти и даже к окружающим из-за полной беспросветности жизни. Сколько бы ты не учился, как бы не грыз гранит науки и не старался, в РФ, что подавальщик в Макдональдсе, что научный сотрудник получают примерно одинаково. Ну, 40 тысяч россиян и рублей в месяц. Это если в Москве, а не в регионах. Чтобы получить сотню тысяч, надо из кожи вон вылезти, а дальше пропасть. Или нет, дальше отвесная скала и облака заволакивают вершину. Там, наверху, свой мир. Там все места заняты чадами богатых и облеченных властью. Туда, наверх, пути просто нет. Завести свое дело, свой бизнес. Но в РФ кредиты архидороги. Любого предпринимателя замучат проверками и кипами бесплодной писанины. Чуть поднимешься, жди налетов мародеров в погонах. Они все отнять могут и на нарах сгноить. Брать суды в госбанках опасно. Они потом могут отобрать у тебя бизнес. Да и что делать, коли рынок страны наводняет дешевый импорт? Конкурировать с китайцами или с западными корпорациями? Так они производят благодаря дешевым кредитам. Они все пользуются налоговыми льготами у себя дома. А то и субсидиями государства. Поди-ка с ними, потягайся. Выходить на внешний рынок, как поют Путин с Медведевым. Те, кто реально занимается производством в стране, саркастически усмехаются. Ага, на экспорт. А вы сами пробовали? На внешнем рынке вас ждут те, кто подчас работает тут веками. Там все уже занято и переделено. Русских тут не ждут. Наши марки-бренды неизвестны. Нам и тут палки в колеса вставляют. Реальность такова, что выход на экспорт – это огромные затраты. На внутреннем рынке работать выгоднее. Начальство же и его дети сели на сырьевую трубу и получают миллиарды практически без усилий. В общем, и по линии частной инициативы в РФ просто человеку не подняться. Почти за 30 лет без СССР те, кто предприимчив, вынуждены не делом заниматься, а составлением кучи бумаг и попытками отбиться от монстра мафиозного квази-государства. Миллионы нормальных работящих людей предпочитают просто махнуть рукой и не идти в предпринимательство. Вот почему вузы РФ ежегодно выпускают тысячи инженеров, физиков, химиков, биологов. Но они не нужны. Им негде себя применить в сырьевом паханате. Да, есть какие-то вакансии, но с мизерными зарплатами и ужасающими условиями работы. Здесь, в РФ, ты должен потратить для получения гранта столько же сил и нервов, как и на Западе. Но грант этот в несколько раз меньше. Потому талантливые уезжают за границу. Да, там зарплаты не очень большие, зато есть все возможности для работы. Там отлично оснащенные лаборатории, результаты коих жадно поглощаются индустриями США, ЕС, Китая. А в РФ промышленности сгулькин нос, и ей ничего не нужно. За границей нет недостатка ни в расходных материалах для опытов, ни в мощных суперкомпьютерах. А в РФ, отбветшавшие экономические институты, расходники на вес золота, нужного приходится ждать месяцами. Не хватает в стране достойных рабочих мест, катастрофически их не достает. Причина одна. Экономика сырьевая, деиндустриализированная. Ей нужны только низкооплачиваемые, малоквалифицированные дебилы. РФ страна лишних, потому ненужных людей. Здесь кладбище разбитых надежд. И никакой Крым наш с Сирией этого не спасли. А над всем этим возвышается наглая чиновничья морда. Морда казнокрада. Орда вычерпывающих тварей. Возвращаясь с Сахалина, читал в полете статью в журнале Огонек о любопытном нижегородском эксперименте. В том славном городе работает банк времени. Некое модернизированное продолжение структур безденежной экономики. Биржи обмена трудом Роберта Оуэна. Или магазина анархиста Джозайи Оуэна. В нем надо было платить купонами, обязательствами отработать определенное время. В общем, в банке времени ты можешь оказать кому-то услугу, постричь, провести уборку, что-то починить. Получаешь столько-то трудовых часов. Имея их, ты можешь расплатиться ими с тем, кто окажет нужную услугу тебе. Знаете, что меня тут поразило? Судьбы тех, кто работает в этом банке безденежной экономики. Татьяна оказывает услуги по продвижению в социальных сетях и подвозит людей на машине. При том, что она закончила радиофакультет политеха. И ни дня не работала по специальности. Вот Дарья Голицына, которая сперва выучилась на агрохимика в Нижегородской сельхозакадемии. А потом на пиарщицу в политехе. А в результате работает парикмахером. Нужен ли более наглядный пример? Не нужны в этом порядке люди с высшим техническим образованием. Не вписываются они в сырьевой феодализм. Все, что им остается – ремонт делать, макияж, волосы стричь другим. Вся эта безнадежная экономика только и призвана, чтобы дать лишним людям иллюзии их нужности. Штудирую работу Михаила Абрамова. Что мы имеем в РФ по состоянию на конец 2018-го? По сравнению с 1990-м годом на 93,9% упало производство металлорежущих станков. Тракторов теперь делают всего 3,4% от советских времен. Экскаваторов 6,3%. Бульдозеров 4,3%. Это мы не с СССР сравниваем, а с РСФСР. Кузнечно-прессовых машин 9,1% от того, что выпускали в 1990-м году. Грузовиков всего 24,4%. Троллейбусов 11,2%. Мотоциклов 1,7%. Шерстяных тканей РФ выпускает лишь 2,3% от РСФСР. Хлопчатобумажных 20,1%. Льняные ткани 3,8%. Кожаная обувь 10,3%. Трикотажа 13,8%. За 1991-2017 годы в стране убито 78 тысяч заводов и фабрик. В частности, уже при путинском правлении 35 тысяч. С 2005-го по 2017-й. При том, что в Великую Отечественную мы потеряли 32 тысячи заводов и фабрик. Если же залезть в сравнение по части производства электроники и промышленных роботов, вообще с тоски можно умереть. Слышу, как очередной трутень из мегаполиса, назвавшись представителем креативного класса, презрительно цедит. Зачем нам шить трусы и носки, если китайцы с этим лучше справляются? И каким образом свои рубашки помогут выиграть холодную войну? Максим Калашников всегда считал отечественного обывателя недоумком. У тебя нет своих ткацких и швейных индустрий? Ну тогда страна ежегодно будет отдавать 4-5 триллионов рублей экономикам Китая, Индии, Вьетнама, Турции. Тогда всякие креаклы и любители дешевого импорта должны смириться с тем, что медицина и образование в стране сущие гуану. Ибо бюджетная сфера живет отчислениями от заводов и фабрик и их спросом. Производство трусов и носков во второй холодной не менее важно, чем выпуск танков. Ибо оно дает людям работу, позволяет не спускать за кордон те деньги, что страна заработала на экспорте. Спасает целые регионы от превращения в вымирающие пустыни, черт возьми. Каждый завод или фабрика, пусть даже очень малолюдные и роботизированные, есть центр цивилизации. Вокруг каждого из них начинают возникать торговля, кафе и рестораны, масса фирм и сферы услуг, школы и клиники. Чем больше своего производства, тем более процветают русские земли. Тем скорее русские из лагеря для безучастных дебилов, накачанных лошадиными дозами телевизионных успокаивающих, превращаются в здоровый, сильный, пассионарный народ, знающих себе цену. Тем выше статус инженера и рабочего, тем уважительнее смотрят на нас всякие гости с гор или Средней Азии. Как вы поняли, сие касается производства всего, вплоть до сложнейшей интеллектроники. А если же вы, креаклы хреновы, этого не понимаете, приготовьтесь к тому, что и вас выбросят на помойку, потому что ваш креатив на мировом рынке неконкурентно способен. Рисовать картинки для интернета смогут и аутсорсеры из бедных стран. А ваши офисные функции очень быстро автоматизируются. Так что советую очень сильно интересоваться состоянием отечественной индустрии и понимать, как ее сильно не хватает сейчас. Вы понимаете теперь, где корень зла исток всех проблем? И почему РФ превращается в пустыню с нищим и сумасшедшими людьми, коим показывают картинки гиперзвукового Вундерваффе? Всем должно быть понятна железобетонная глубокая истина. Нация, отказавшаяся от своего производства, не просто позорно проиграет вторую холодную. Она превратится в сонмище никчемных, психически ненормальных существ. Причем на осколках уже не СССР, а Российской Федерации. Если хочешь выиграть холодную схватку, нужно прежде всего дать нашему народу достойную работу. То есть прежде всего не Сирия мимается, а поднять в стране новую индустрию, свое производство всего, с чего только можно. А это, господа незадачливые правители, немыслимо без сознательного строительства в Футороссии, цивилизации грядущего, что, как вы уже знаете, невозможно без экономического национализма, протекционизма, без соединения частной инициативы с планами и сильными элементами социализма. Не в бесплодных песках Сирии, не в бесконечном славобудии Кремля кроется наша победа и национальное выживание. В смелом творчестве, в дерзости создавать то или иное первыми в мире. Однако для Кремля и всей российской элиты мы, производственники и творцы, враждебная форма жизни вместе с нашими мечтами. Судьба реактора Сахалинского университета Игоря Минервина, как и многих других, тому порукой. Вы учинили тут мертвую топь. Ваша мертвящая стабильность куплена ценой превращения моего народа в нищих нервостенников, теряющих разум. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим роликом в соцсетях. С вами был канал Белая Рысь. Пока.